МГИМО Добрый день, меня зовут Марина Петрова, я директор эндаумента МГИМО. Мы продолжаем проект МГИМО Онлайн Бизнес. Сегодня впервые с такой важной приставкой «Победительские чтения». Потому что в гостях у нас Борис Юрьевич Титов, выпускник факультета международных экономических отношений МГИМО 1983 года, и сегодня Борис Юрьевич трудится в МГИМО уже в качестве члена «Победительского совета» и заведующего кафедрой предпринимательства и корпоративного управления. История экономических учений, она мне в какой-то момент очень сильно помогла. Я даже учебники достал обратно МГИМОшные и начал перечитывать, потому что я хотел разобраться, и вот до сих пор мы разбираемся, какова должна быть экономика России, которая могла бы существовать без нефти или там наряду с нефтью, чтобы это была все-таки частная рыночная экономика. Поэтому у меня тогда просто я истроил себе повтор лекций по истории экономических учений, потому что там все прямо написано. Это все повторялось, та ситуация, которая сегодня в России по макроэкономике. Она была в прошлом, и все это давно описано. Я думаю, что все помнят, гимошники слышали уже об этой поговорке насчет того, что слово «не воробей» поймают – вылетишь. Знаете, путь всегда идет от успеха к успеху, или от неудачи к неудаче. Лучше от успеха к успеху, но и все сначала. Ты уходишь в совершенно неизведанное море, где все зависит от тебя. То есть уже нет ни папы, ни мамы, нету ни начальника твоего, который там тоже у тебя у нас была хорошая атмосфера. И вдруг все заново. И, конечно, уйти в частный бизнес было достаточно сложно. Особенно помню этот момент, когда я еду, поднимаясь с Бородинского моста, еду на своей трешке. Лет 10 я иду с ржавыми порогами. И трешка – это «Жигули» третьей модели. Наверное, многие уже не помнят, что это такое. Так вот, и необычно прямо к зданию МИДа. Мы сидели в МИДе, в этом основном здании. И тут мне говорят, нет, нет, тебе теперь налево. Прямо уже не пускают. Поэтому, конечно, вот это ощущение, что я наделал, что я сделал. Я отказался от всего, что у меня было раньше. Но это был успех, потому что, если бы я остался, то я сегодня, конечно, вижу ребят, которые тогда не нашли все силы бросить и уйти. Они, конечно, ну, многие, честно говоря, потерялись. Наряду с бизнесом, конечно, я прежде всего предприниматель. Но все-таки взгляд хочется расширять в какой-то определенный момент. Это возраст, наверное. Становится обидно не только за себя, но и за окружающих. Вопрос, как найти все силы и принять правильное решение. Тут, знаете, кроме аналитики и какого-то попытки осознать, что происходит, тут еще нужен, конечно, определенный элемент везения. Но, тем не менее, конечно, принятие решения – это достаточно сложный вопрос. Мы каждый день принимаем решения, разной степени важности и рисков. Но вот умение все-таки принять решение, а не пытаться до конца. Поэтому я желаю, чтобы все-таки принимались решения, что нельзя откладывать на потом, потому что иногда нужно проявить твердость. Бывает плохой день, потом бывает еще один плохой день, бывает третий плохой день. Но все равно четвердый элемент будет хороший. Прожить три дня ожидания хорошего и верить, что он настанет – это, конечно, такая непростая психологическая задача, но уметь с ней справиться – это уже большой день. В общем, для немцев хорошо, потому что для них падение цен на нефть – это, наоборот, как бы плюс к экономической ситуации, у них расходы падают, косты снижаются. То для нас падение цен на нефть, которое произошло на мировом рынке – это еще одна удавка. Государство всех отвлекло на свои какие-то вот эти меры поддержки, которые больше занимают людей с точки зрения обсуждения, организации процесса, подачи и регистрации, потому что реально эти меры, они, конечно, я думаю, что в большинстве компаний решающую роль не окажут. Государство здесь рядом, но как бы больше занимает нас в информационном поле, чем в реальной экономике. И обычно, кстати, мы раньше всегда говорили, сколько бы вы ни копили, если у вас слабая экономика, вам все равно не хватит. Но, тем не менее, государство пытается растянуть эти деньги. В общем, может быть, это разумность, потому что понимаешь, что черный день может быть еще и не сегодня. Про новые бизнесы рано. Рано. Пока не ясно все, что происходит, где это закончится, какие отрасли больше пострадают, хотя понятно, что там притейлы больше пострадают, те, кто связан с непосредственным потребительским спросом. Но если говорить о каких-то других вещах, то пока еще мало понятно, что будет. Поэтому нужно ждать. Есть такой Столыпинский институт, который там, Примгемо, как научно-исследовательский небольшой центр, работает. Мы в нем начали уже, и он проводился в Столыпинский форум, начали уже думать об этом. И если у вас будет интересно, мы скажем, по крайней мере, наш взгляд на то, как, должна и какие отрасли экономики будут развиваться. Д.Д. и автор, да, посткоронавирус. Поэтому это налоги, тарифы, виды бизнеса, отрасли, сектора, регионы. Вот все, что называется стратегия. Посмотрите, стратегии, но об этом я не раз говорил на ГИМО и на лекции, о том, что есть наука о стратегиях, компании-профессионалы в стратегиях. И вот с ними надо писать стратегии. Что впереди? Малое производство. Что это такое? Мы называем это экономикой простых вещей. Огромное количество малых вещей, начиная от гвоздей, инструмента другого, деревянных каких-то изделий, мебели, такой бытовой малой мебели. Изделий с камня, стройматериалов делаются локально. Это не все Китай поставляет и Вьетнам. Они, да, многое поставляют, но в основном базовые вещи делаются локально, потому что нужны деленные дизайны, есть требования рынка. Ну и кроме этого выгодно, да, не вести такие вещи далеко. У нас, к сожалению, этот рынок был вообще не задействован. Польша был большой. Ну и, естественно, в других странах, там, Германия, Италия, огромный рынок вот этой экономики простых вещей. Многие вещи делаются локально. Рынки локальные более становятся, да, потому что сегодня возить там на все страны, это становится так более сложным процессом. Сегодня существует, как тенденция будет развиваться и дальше, она была, но будет развиваться кастомизация экономики, то есть работа под конкретный заказ, когда не надо всем шить одни кроссовки, а можно делать уже под конкретный заказ кроссовки. Этому способствует сегодня ситуация с интернет-торговлей, потому что теперь необязательно идти через сети, которые маленьких не любят, они любят только большие бренды. Теперь можно через сети идти к своим покупателям, не так большому, но локально и через интернет есть все возможности это делать. Поэтому первое, что мы говорим, и я советую всем подумать об этом, посмотреть, какие производства есть, вот эти локальные малые производства. Молодежи, тем, кто думает о том, чтобы что-то создать, надо рассмотреть, ну, просто изучить интернет, какие такие производства, мини-производства существуют в мире, а у нас нет. У большого колхоза в России, может быть, там, то, что он пшеницу выращивает, у него может быть 46 там, это хороший вариант, 46 сантиметров с гектара. А в Голландии 200. 200. Михаил Игоревич Дмитриев, да, его поддерживает Ходорковский, его поддерживает Кудрин, что это теория агломерации. Когда большие мегаполисы, там, предлагается, что у нас будет 14 мегаполисов в России, и все люди будут жить в этих мегаполисах, это намного удобнее, эффективнее, экономим на себестоимости. Вот мы с самого начала не приняли эту теорию и пошли совсем другим миром, потому что диагломерация – это тренд, эта тенденция уже много лет есть в мировой, ну, как бы в обществе мировом, что надо уезжать из городов, жить на природе намного интереснее. Вот нам не нужны гастарбайтеры, а нам и не нужны вот эти новые огромные, даже реновации, которые Москва сегодня устраивает. Нужны большие территории двухэтажных, ну, одно-трехэтажных домов, мы назвали это «Двухэтажная Россия». Как раз у нас леса дофига, то есть мы его не используем, да, практически в сухостой и умираем. Или вывозим, как кругляк, на Китай, но на Запад сейчас меньше. Поэтому вот это наш тоже потенциал огромный развиваться как страна вширь, а не вверх. И здесь тоже много бизнеса. Реверсифицировать бизнес, не иметь его только в ритейле, и не все класть в одни гостиницы. Вот сегодня ясно, что самые эффективные пути – это те пути, которые были приняты последними. Это вот эти кредиты на занятые, на каждого занятого, с возможностью его не вернуть, если ты сохранил занятый. Вот мы проводили публичные лекции, у нас выступило там не один, наверное, больше десятка, наверное, людей, которые реальных бизнесменов. От великих банкиров типа Петра Альвина до знаменитых рестораторов, типа там, кто у нас выступал… Зарьков, мы его, кстати, тоже потом пригласили. Старый человек, уже все у меня в голове не удерживается. Зарьков, конечно, Борис Зарьков. До там Колесникова, которая крупнейшая сегодня международная компания по производству стройматериалов. И они просто делятся опытом, и вот в этом, наверное, есть самый главный смысл этого. Но это, когда мы на больших аудиториях, а когда мы работаем в рамках наших программ, то, конечно, это более тесное прямое общение. То есть это группа людей небольшая, и вот мы в прямом общении можем уже давать больше информации и более о таком открытом диалоге. И поэтому всех приглашаем участвовать в этой программе. Мы по-прежнему открыты. Но я бы со начала говорил о том, что сегодня все у нас, я имею в виду в начале кризиса еще говорил, о том, что мы и так привыкли за последние годы со всеми этими коучерами, тренингами, очень большое количество образовательных платформ было. И все учили одному, как расти, как развиваться. Там и психологические аспекты, и математические, и бухгалтерские, какие угодно аспекты, как создать бизнес, и чтобы он рос. Вот сейчас надо переходить, брать учебники, кстати, надо в библиотеку пойти в МГИМО, и взять книжки, которые называются «Антикризисное управление». Никто в такой ситуации не жил до этого, никто такие испытания не проходил, поэтому шансов больше. Вы сегодня выходите в жизнь, которая будет меняться, и в этой смене можно легче найти свое место. Поэтому конкуренция, по крайней мере, будет вечная, точно. Вот, поэтому всего самого, конечно, прежде всего здоровья, пандемии нас будут, я думаю, в ближайшее время тоже преследовать, но мы научимся с ними бороться намного эффективнее, чем сейчас. Поэтому я думаю, что жизнь будет еще интересней, чем была до этого. Ну и успех будет немножко такая сентенция, что он не только в деньгах будет выражаться, а прежде всего в том, каково у вас будет ваше настроение, насколько вы будете рады, удовлетворены своей жизнью, насколько вас будет радовать ваша семья, и вот это самое главное. Спасибо. Спасибо большое. Всем спасибо за внимание. Спасибо.